Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Весть Карачаева Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Сегодня глава Карачаева Черкесия Рашид Тимреза провел очередное заседание оперативного штаба республики по борьбе с распространением коронавируса, в ходе которого было отмечено, что эпид-ситуация в Карачаево-Черкесии пока остается напряженной. Обсуждались меры по усилению системы здравоохранения, оказание медицинской помощи населению. Сегодня приступили к работе специалисты из медцентров Башкирии, направленные в республику министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и главой Башкирии Радием Хабировым. Они будут работать в тесном тандеме с нашими врачами, поделятся самыми передовыми методиками влечения коронавирусом. К тому же в регион приезжают выходцы из Карачаева-Черкесии, которые работают в федеральных медучреждениях за пределами региона. Члены Оперштаба доложили, какие меры предпринимаются для решения поставленной задачи по сокращению периода ожидания результатов анализов, прежде всего за счет наращивания объемов тестирования. На этой неделе открывается дополнительный резервный госпиталь на 150 оснащенных кислородом мест на базе Усть-Жигутинской районной больницы. Увеличивается количество выездных бригад как в Черкесии, так и районах. При значительном увеличении объемов проводимых КТ-исследований Минздрав Республики будет мониторить порядок назначения КТ-жителям Республики, который необходимо делать строго по определенным показаниям. Также в Карачаево-Черкесию поступила очередная партия эффективных лекарств на 16 миллионов рублей, одобренная последними рекомендациями Минздравом России для лечения пациентов в госпиталях. Рашид Тимрезов поручил членам Оперативного штаба более тесно работать с медицинскими организациями как с ковид-госпиталями, так и районного уровня для улучшения качества медицинской помощи населению. Активисты группы оперативного штаба Карачаево-Черкесии, которую возглавляет голова Республики Рашид Тимрезов, передали машину скорой помощи правокубанской участковой больницы, где в настоящее время развернулся стационар инфекционного отделения на 65 коек. Теперь, благодаря новому транспорту, работники больницы поселка Прокубанского смогут достаточно оперативно оказывать медицинскую помощь жителям. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. С появлением новой машины скорой помощи работники правокубанской участковой больницы будут оперативно и своевременно выезжать на вызовы. Представитель группы оперативного штаба Карачаево-Черкесии, депутат Народного собрания Республики Наурус Тимрезов, передал ключи заведующей больницы Уразимы Лайпановой. Он также пожелал врачам терпения и успехов в оказании помощи больным. Это не только вам машина, уже по всей республике розданы машины. И еще на подходе, еще около 10 машин, то есть никто не останется без помощи, всем окажется помощь. И дай Аллах, чтобы мы поскорее забыли эту болезнь, преодолели эту болезнь. И вот на самом деле в каждую семью, в каждый дом я желаю, чтобы пришло вот это счастье и здоровье. Лично каждой семье, каждому дому, каждому двору. В свою очередь медицинский персонал правокубанской участковой больницы выразил свою благодарность всем, кто принимает активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией и оказывает помощь медикам региона. Мы очень рады, спасибо огромное. Дай бог, чтобы у этих ребят всегда было силы, возможности помогать всем страдающим. Мы никогда не подведем, будем трудиться во благо наших людей, наших родственников, наших земляков. И на благо всей России. И мы очень благодарны и главе, и этим ребятам. Дай Аллах вам много-много здоровья, чтобы вы всегда могли помогать страдающим людям. По словам самих медработников, прежний автомобиль был уже давно изношенным и требовал ремонта. Поэтому они работали на машине, предоставленной Карачаевской центральной районной больницей. Но теперь проблема с автотранспортом полностью решена. В новой машине скорой помощи есть все необходимое для транспортировки больного и оказания первой помощи. Это, конечно, не сравнит со старыми машинами. На нем быстро поедешь, все как надо сделаешь и спокойно вернешься. И больному хорошо, и нам, водителям, хорошо. Другими машинами было мучение, конечно, да, были проблемы. Но эта машина уже современная машина, конечно. Мы рады, конечно. Важно отметить, что служба скорой помощи право-кубанской участковой больницы обслуживает не только поселок, но и соседние аулы. А сейчас в период пандемии нагрузка выросла втрое. И новый служебный транспорт позволит быстрее прибыть к пациенту и оказать необходимую медицинскую помощь. Алина Халибшоков, Али Бастана, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора в Карачаево-Черкесии провели рейд по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в торговых центрах и магазинах Черкеска. Гипермаркет «Лента» стал одним из первых торговых площадок, где была проведена проверка. Основные требования к торговым площадкам – это соблюдение масочного режима, мер дезинфекции, соблюдение дистанции на кассах, а также информатизация граждан, совершающих покупки в период режима самоизоляции, связанным с распространением COVID-19. Директор торгового центра рассказал, как у них организована работа по предостережению граждан от инфекции. Для нас в первую очередь важны, конечно же, наши покупатели и, конечно же, наш персонал. Поэтому мы делаем все для того, чтобы все меры профилактики, рекомендованные и Роспотребнадзором, и правительством России, и правительством КЧР, были соблюдены. В первую очередь, конечно же, идет информирование покупателей о том, что необходимо носить маски, что введен режим масочный в Карачаево-Черкесии. И, конечно же, и наши девочки на стойке информации дополнительно объявляют об этом. Что касается безопасности покупателей, на входе у нас установлены санитайзеры, чтобы покупатели могли обеззаразить свои руки. Также у нас на кассах и на стойке информации продаются одноразовые маски. В случае, если человек забыл маску дома, он может ее приобрести. Конечно же, у нас во всех местах скопления покупателей установлена разметка с просьбой соблюдать дистанцию. Все кассиры и все сотрудники, естественно, работают в масках, работают в перчатках. И все поверхности, которые так или иначе соприкасаются с товаром, с покупателями, они обрабатываются. И новости из оперативного штаба. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выявлено 94 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 составило 2349. Из них 675 человек выздоровели, 758 госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в полной изоляции. МЧС предупреждает, в период с 17 по 19 июня местами на территории Карачаева-Черкесии ожидается сильный дождь с градом и усилением ветра. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. И в продолжение прогноза от синоптиков. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременная дождь и гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 11-16, а днем 25-30 выше нуля. Местами сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. В горах ночью плюс 5-10, а днем плюс 18-23. В Черкесии кратковременные дождь и гроза. Температура ночью 14-16, днем 28-30 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Отделение Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии информирует, что в связи с действующим режимом самоизоляции с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции жителям не нужно лично обращаться за продлением пенсии по инвалидности. Пенсионный фонд продлевает гражданам выплату пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты в дистанционном режиме. Кроме того, если ранее была оформлена компенсация выплата по уходу за нетрадоспособными гражданам, не произошло существенных изменений, то переоформлять уход в клиентской службе управления Пенсионного фонда не обязательно. Органы медико-социальной экспертизы проводят как первичное, так и повторное медицинское свидетельствование граждан в заочном режиме. Затем информация о признании гражданина инвалидом передается в Пенсионный фонд для продления выплаты пенсии по инвалидности. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, обратиться в органы Пенсионного фонда в настоящее время можно только по предварительной записи, сообщают в ведомстве. Собака – друг человека, и вряд ли найдутся многие, которые смогут опровергнуть эту истину. Но собаки могут быть еще и надежными напарниками в работе. Собак активно привлекают для службы в вооруженных силах охраны границы, используют в своей работе силовые ведомства. 21 июня – профессиональный праздник, отметят кинологические подразделения Росгвардии. В его преддверии наша съемочная группа посетила кинологическую группу Росгвардии по Карачао-Черкесии. О бойцах особого назначения и их четвероногих напарниках. Мадина Каракетова. Это при милое создании с не менее милой кличкой Мася – спец по поиску и обнаружению взрывчатых веществ. И чтобы не терять навыка, Мася каждый день усердно тренируется. Она безошибочно угадывает взрывчатку, в каком бы месте та не находилась. В этом деле Мася – настоящий ас. Но Мася оказывает честь своему более молодому сородичу – немецкой гладкошерстной легавой Курту, предоставив ему возможность блеснуть своими навыками перед телезрителями. Мася – немецкая овчарка, как и большинство служебных собак, а их в кинологической группе Росгвардии по Карачао-Черкесии – шесть. Кинолог Джамал рассказывает, что эта порода универсальная. А немецких овчарок можно одинаково успешно использовать и в минно-розыскной работе, и при задержании преступника. А в качестве главных характеристик своего четвероногого напарника Мася Джамал называет силу, храбрость, преданность и доброжелательность. Она не кусается вообще работать, допустим, где массовое скопление людей. То есть с ней удобнее и легче, так как она на других людей не агрессирует. В кинологическую группу Росгвардии по Карачао-Черкесии Джамал пришел два года назад. Признается, что это его призвание – любовь и интерес к собакам с детства. Собаки тонко чувствуют отношение к себе, говорит начальник кинологической службы Росгвардии по Карачао-Черкесии Артем Бутников, который дрессировкой собак занимается с 14 лет. Увлечение привело Артема в Досавский кружок собаководства. Далее – кинологическое отделение Пермского военного института, потом – полицейский кинолог. И вот уже три года Артем возглавляет кинологическую группу Росгвардии Карачао-Черкесии. В профессии он уже 15 лет. Проработав с разными породами собак и изучив их особенности, Артем остановил свой выбор на немецких гладкошерстных легавых, как легко обучаемых, с устойчивой психикой и очень умных. Их здесь две. Напарника Артема – годовалый курт. Собака хоть и молодая, но уже считается одной из лучших в службе. Кроме того, добрейший душепес. И по признанию Артема, с ним можно смело проводить минно-розыскные мероприятия, не опасаясь, что кто-то им может быть коварно укушен. Собаки данной породы, в принципе, как и все охотничьи собаки, приучены работать на большом, на достаточном расстоянии от человека и без команд, большей частью работает. Ну, что и нужно для минно-розыскной собаки. Отправил на поиск, и уже собака сама корректирует свои действия. В работе с собаками нужны специалисты достаточно высокого уровня, считает Артем Бутников. Их питомцы действуют в составе боевых групп ОМОН в случае применения инженерных подразделений при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия, а также для обследования мест массового скопления граждан, обследований маршрутов при выдвижении войск и даже при прибытии первых лиц государства в наш регион. У каждой собаки мы вырабатываем какое-то определенное сигнальное поведение при обнаружении искомого запаха. Это может быть обозначение посадкой, укладкой. Главное, чтобы кинолог понял, что собака ему сигнализирует. У каждого кинолога свой напарник, поскольку каждая собака доверяет и слушается только своего хозяина. Собаки, как и люди, имеют каждый свой индивидуальный характер. И очень важно подобрать к сердцу четвероногого ключ. И дело не только в полонных мисках. Каждой собаке надо подбирать свой подход. Какая-то собака позволяет с ней более жестко обращаться. И, например, крупные кобели немецких овчарок, если будешь давать много слабины, он будет считать, что он более главный в вашей паре человек-собака. В день служебную собаку дрессируют по 3-4 часа. Кормят кормами премиум-класса в строгом соответствии со стандартами. Срок службы для собак крупных пород, например, немецких овчарок, от 8 до 10 лет. В некоторых случаях и до 12 лет. Ну и вопрос, который очень нас мучил. Неужели потом пенсионеров усыпляют? Собаки на пенсии у нас практикуются, что кинолог, который занимался данной собакой, забирает вопросы домой. Собака передается в добрые руки. Четвероногий напарник становится полноправным членом семьи и всеобщим любимцем. По словам Артема, это самый лучший пример дружбы человека и собаки. Мадина Каракетова, Мухаммед Ошибоков, Станислав Полянский. Вести Карачаева, Черкесия. Таким был вторник. Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас продолжение фильма «Ненастье». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей. Субтитры подогнал «Симон»!